История Камышловских святых, которой я сейчас занимаюсь, началась с последней встречи с моим духовником, отцом Власием в Боровском монастыре. Мы говорили с батюшкой о возрождении моего родного Покровского собора в Камышлове. Собор у нас уникальный. Памятник архитектуры – символ города, кафедральный собор, но требующий огромных работ по восстановлению и реставрации. Необходимых на ремонт денег у прихода нет, а помощи со стороны не хватает даже на самые малые нужды. Как больной, прикованный к постели, храм долгие годы стоит в лесах. Но батюшка был уверен, что все трудности с помощью Божьей разрешатся. Иди, сказал отец Власием, восстанавливай собор, не рабщи, не сомневайся, а все остальное предоставь Богу. Признаться, я думал, что по возвращению меня будет ждать благотворитель, желающий помочь. Но вместо этого неожиданно открылись в моей жизни камышловские святые, о существовании которых я даже не подозревал до этого. При этом, как журналист, я много лет посвятил изучению православия в родном Камышлове, общался с историками-краеведами. Но о том, что у нас в Камышловском уезде служили и подвязались целых девять святых, прославленных в лике новомучеников, причем четверо из них были священниками моего родного Покровского собора, узнал только после батюшкина благословения. До этого мы словно существовали в разных вселенных, а после общения с духовником встретились. Оказалось, что кроме известного мне настоятеля Покровского собора, священномученика Сергея Увицкого, в нашем храме служил священномученик Георгий Бегма. Купец, известный меценат, почетный гражданин Камышлова, жена которого была дочерью начальника станции, начинал свой духовный путь псаломщиком нашего храма. Священномученик Василий Милицин окончил Камышловское духовное училище, ректором которого был отец Сергий Увицкий и начинал свое служение в Покровском соборе. После рукоположения долгое время служил на разных приходах Камышловского уезда. Священномученик Николай Бирюков в 90-х годах XIX века был рукоположен в Покровском соборе, а потом служил на других приходах. В храмах Камышловского уезда служило пятеро святых. Священномученик Иоанн Вишневский с 1908 до 1911 год был псаломщиком храма Рождества Христова в селе Реутинское. Священномученик Петр Карелин по начало XX века был священником, потом настоятелем Богоявленского храма в селе Кочнево. Его расстреляли во время красного террора в 1918 году. Священномученик Константин Лебедев с 1909 по 1911 год служил дьяконом в Богоявленском храме в Кочнево. Потом был зверски убит большевиками в Талице. Священномученик Константин Попов с 1888 по 1892 год был псаломщиком Сретенского храма в селе Никольское. Был зверски убит во время большевистского террора. Священномученик Стефан Луканин с 1888 по 1896 год был священником Никольского храма села Куровское Камышловского уезда. Одновременно с совершением священнического служения он был назначен следователем по 4 округу Камышловского уезда, что свидетельство о доверии и уважении к нему. В 1918 году он служил священником Сретенского храма села Колчиданское, где дьяконом также служил отец Георгий Бегма. Их, а также отца Нестора Гудзовского большевики арестовали в храме, вывезли на станцию Синарская и расстреляли. Перед смертью мученики претерпели страшные пытки. Вместе со священниками большевики замучили неизвестную женщину, у нее отрезали грудь. После всех этих зверств мучеников убили. Девять камышловских святых, своих, родных, настоящих. То, как и мы, жил в Камышлове, ходил по его улицам, любил, благоволел, переживал, молился там же, где молимся и переживаем мы. И теперь мы стали вместе. Каждый день в Покровском соборе их поминают за литургией. Такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok